Вопрос решить они не могут никак, в любом случае. Следующий. Почему вы боретесь за книгу примитивными методами? У вас есть возможности другие. Это что, взять, помните, сколько не сдохли все сразу, да? Это не мои методы. Потому что я борюсь за книгу реально доступными методами, понимаете? Потому что, извините, если я буду пользоваться своим образом, как мне это нравится, ну, во-первых, я считаю, то, что они сделали, то, что не сделали, они полные дураки. Потому что, начав травлю книги, они тем самым подтвердили, что книга опасна для людей. Чтобы они знали ее, правильно? Для них реклама. Они сделали большую рекламу. Но они сделали не потому, что они... Они действительно долго не трогали книгу, потому что они не хотели связываться со мной по многим причинам. Понимаете, да? Но в силу того, что стало уже выходить, они потеряли контроль, уже им пришлось снять маски. С сентября прошлого года идет война. Если вы обратили, что уже никто не скрывает, никакими масками не прикрывается. Все открыто, нагло действует, да? Когда такое происходит? Почему тысячи лет все пряталось за масками? А потом, раз, хищника лицо появилось. Почему? Потому что они поняли, бесполезно. Уже прячься, не прячься. Кажется, когда все знают, что король голый, помните тогда? А король-то голый, то бесполезно изображать, что на короле что-то есть. Поэтому я считаю, что то, что происходит... И как раз-то я выбрал тактику, то, что информация выставляется на интернете, потому что средств массовой информации, как видите, почти ничего не было. А интернет сейчас, в принципе, разносит информацию гораздо более эффективно, чем газеты. Потому что тиражи газет, это не советские времена, когда миллионы печатались, да? Даже эти газеты печатают, а тысячи. Хотя, к сведению, что любая информация, которая мне сообщает, это упоминание обо мне в средствах массовой информации запрещено нынешним руководством. Центральным руководством, да? И президентом, например, не... Нет, по крайней мере, я думаю, что президентом запрещено. По крайней мере, почему? Потому что, не знаю, кто дал приказ, я не знаю, подписывал сам, пока я знаю, что запрещено. Мне сообщали люди, что даже когда люди, некоторые депутаты... Ну, мне информация была, не буду говорить точно, чтобы человеку проблем лишние создать, так? Когда некоторые депутаты использовали мою информацию, ну, книг, то потом, когда показывали по телевидению, все вырезало, что было связано с моей информацией, даже без называния моей фамилии. Боятся. Ну, это хорошо. Знаете, поэтому, так сказать, я считаю, что как раз-то тактика выбранная очень правильно, потому что средства массовой информации, и один мой знакомый опять-таки предлагал, вот давайте я дам интервью, то, что я думаю сам о Левашове, тогда он довольно-таки значительный человек и уважаемый по многим аспектам, в реальности. И ему говорили, вы знаете, мы были рады, но нельзя, а они ему обязаны были. Ему показали просто приказ, что запрещено. И он, ну, давайте заплачу, не надо нам ваших денег. Вот и все. Что? А YouTube и так выкладывается очень много информации. Вот недавно мне приходили журналисты, которые работают для New York Times, ну, наши ребята, которые как-то на подряде, они, не знаю, выставили уже узнать, выставили там, пришли ко мне с вопросом о том, что вы думаете о проблемах современной России. Ну, я дал интервью, да, небольшой, они должны сбить, ну, это узнаете, не сбили, а на своих камерах была также моя камера, еще наши ребята приходили, записали, Айрат в движении приходил, записал тоже, то есть он потом смонтировал материал, выставил. Я сказал, проблема современной России – это Америка. Потому что результаты псевдореформ, которые мы сейчас пожинаем, все проводились под четким и тонким руководством консультантов, специалистов, которые сидели и в Кремле, и в Белом доме из Америки. Знаете, во времена Ельцина, знаете об этом, да? Потому что все эти реформы, которые проводились в России после 1991 года, это было сделано под полным контролем, а добрам со стороны американцев. Так что, я говорю, это первое. Второе, как, или неудивительно, как может быть страна учить другим делать бизнес, если она сама имеет долги официально, там они говорят, 12 триллионов долларов они должны, а в реальности больше 30 триллионов долларов США должны всем остальным. Они не в состоянии даже заплатить проценты на эту сумму. И это называется, они умеют делать бизнес, да? И учат другим, как так строить экономику. Вот они построили экономику. Я говорю, как может вообще говорить страна, которая говорит одно, а не говорит другое? Потому что Штаты производят 20% мирового продукта, что кажется, ого-го, одна страна производит 20% мирового продукта всего мира, да? Казалось бы, огромная значимость этой страны. Ну, замалчивает. Знаете, маленькое такое, маленькое «но». О том, что да, эта страна производит 20% мирового продукта, но в среднем потребляет 45-50% мирового продукта, а по отдельным товарам до 70% и 80% мирового продукта. Даже если взять средний 50%, то есть производит 20% потребляет в 2,5 раза больше. Что это? Паразит. И вот этот паразит учит всех остальных, как строить бизнес, как строить жизнь экономическую, как правильно построить экономику. Ну и что? И чего они могут научить? Вот мы имеем результат, там очень научили. Вам это нравится? Очень нравится? Не очень, да? Мне, например, совсем не нравится. И если учесть, что в Штатах, еще к тому же, полностью нарушается Конституция официально властями, вы знаете об этом? Нет. И они не знают сами. Потому что, допустим, 39% федерального налога, который собирает каждый год с каждого человека в Штатах, противозаконно, а их собирают. Неплохо? Потому что в свое время, когда началась Вторая мировая война, кстати, полностью организованная, финансированная американским капиталом, скажем, между прочим, то есть с помощью Второй мировой войны Америка вышла из кризиса. Ну, паразит может выйти из кризиса, только развязав войну. Первая мировая война была развязана американцами, это доказано уже. Вторая мировая война была развязана американцами, это доказано фактами. И после каждой войны они обогащались, плеск экономический происходил. Потом опять празит прожирал то, что он наворовал, и опять начинают действовать. И вот они сейчас пытаются, их задача, начать Третью мировую войну любыми силами. Вы думаете, для чего началась была, началась была операция «Иракин фридом» так называемая? Знаете для чего? Они рассчитывали, что это начнется война с исламским миром. Они рассчитывали, что то, что будет действие в Ираке происходить, приведет к тому, что весь исламский мир поднимется, и будет война между, опять-таки, белым населением и уже исламским миром, большинство которых это жители Африки и Южной Азии. Вот что было рассчитано. Получилось у них это? Нет. Ну и многое все другое. Поэтому я кое-что много там выдал. А насчет того, что налог этот закончить, чтобы Рузвельт предложил в то время, когда началась война, предложил, что все бюджетники, только все это на бюджете, раньше, как было, до войны, каждый штат собирал налог порядка 10%, что разумно, с человека, и это потом штат, каждый штат выдавал часть собранных средств в федеральную казну для общих дел, федерального правительства. Рузвельт предложил на момент войны возвращение, чтобы бюджетники возвращали 49% своей зарплаты в бюджет, чтобы во время войны. По законам Конституции Штатов это должно пройти через Сенаты и Конгресс каждого штата. Подавляющее большинство штатов провалили это предложение, и он не стал официальным. Но пользуясь войной временем, Рузвельт все равно ввел, но не только для бюджетников, но и для всех людей, живущих в стране. Неплохо, да? Война уже давно закончилась, понимаете, да? А этот закон до сих пор отмененен. До сих пор еще со всех собирают 39% федерального налога, потому что они платят в штат дополнительно, 39%. И не дай бог вы не заплатите. Вас тут же будут арестовывать, отправлять, кажется, в тюрьму за налоговую тюрьму. Неплохо? А это противозаконно, антиконституционно. И могло привести еще много таких вещей, которые американцы даже не подозревают. Вот это выдал, ну не знаю, выйдут они в эфир на Америку, но я выставлю на YouTube и так далее. Следующий вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!